Колледж молодой, ему на днях исполнилось три года. Благотворительная ярмарка от студентов проводилась впервые. Но руководство учебного заведения надеется, что такие мероприятия станут традиционными. Студенты нашего колледжа готовили вместе, совместно с родителями, пекли, приносили рукоделие. Собранные средства передадут в Одинцовскую православную гимназию детям с ограниченными возможностями здоровья. На улице в это время началась подготовка к открытому первенству по боям на бревне. Это древняя русская народная забава. Мероприятие проходило при поддержке районной общественной палаты. Поздравляю вас с днём рождения. Желаю вам в дальнейшем держать эту ярмарку. Развитие, обязательно, конечно, развитие массового спорта. Противирующие, как у вас, молодцы, как Лёша Петренко ведёт, так что это самое, прекрасно, молодцы. Принять участие в соревнованиях мог любой желающий в возрасте от 14 до 25 лет. Такие возрастные ограничения обусловлены непростыми правилами. Спортсмены сражались, сидя на бревне на высоте более одного метра. При помощи армейского вещмешка, набитого соломой, борцы пытались сбить соперника. Кто усидел, тот победил. Как показал турнир, наибольшей выдержкой и рвением к победе обладают девушки. Их бои смотрелись весьма зрелищно. Соревнования проводились по олимпийской системе, на выбывание. Большинство участников – ребята из первой и второй голицынских школ. Также свои навыки показали воспитанники секции карате из старого городка. Всего в состязании приняли участие более 20 жителей Голицына и соседних поселений. Этот юбилей трехлетний, руководители этого колледжа, они решили сделать тоже своеобразно. Вот бой на подушках, благотворительная ярмарка, чтобы ребята почувствовали себя здесь в роли благотворителей, которые что-то могут дать людям, другим. Завершилось соревнование награждением победителей в разных возрастных категориях. После чего все участники праздника смогли отведать настоящую солдатскую кашу. Субтитры создавал DimaTorzok